МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Кривошеев, председатель БСЖ и Петр Петровский, политический аналитик. Добрый вечер, уважаемые господа. Спасибо большое, что пришли. Сразу хотел бы начать с Петра Петровского. Удивительное видео мы наблюдали на уходящей неделе. Он пошел в логово пропагандистского польского телеканала, простите, что вспоминаю, Белсад, где на все доводы был едва ли не избит. Но ладно, это тема отдельного разговора, хотя мне непонятно, что туда идти, что идти на телеканал, который получает деньги за то, чтобы сменить конституционный строй, желательно, силовым вариантом. Потому что мне кажется, что бесполезно с этими людьми разговаривать. У них одна цель. И пока они ее не добьются, никаких разговоров быть не может, они не принесут никакой пользы. Но посмотрите, как они озаглавили видео, которое появилось у них на YouTube-канале. Лукашисты, что пилися с прихильниками пираменов. Ну, Лукашисты, что пилися сторонники перемен. Это в ответ на то, что они фашисты, вы лукашисты? Я не знаю, кто там формирует вот эти названия. Хотя понятно, что Белсад. Но сама история передачи, которая должна была выйти неделю тому назад, и, наверное, руководство и заказчики этого польского государственного телеканала долго-долго думали, выпускать или не выпускать. Но так получилось, что мы узнали эту информацию раньше и выпустили. Им пришлось уже это делать. С другой стороны, ну, честно скажу, у меня такое ощущение, что на польский пропагандистский госканал уже даже не ходят оппозиционеры. Потому что с нашими оппонентами оказались очень странные люди, которые транслировали какую-то лживую мантру. И, если честно, иногда не хватало даже нервов, чтобы им сказать, ну, вы уже 15 раз, мы вам опровергли эту информацию, вы это все повторяете. Ну, самое обидное то, что некоторые присутствующие там прикрывались своими священными рясами и транслировали свои непогрешимости, и просто-напросто лгали, что все, кто против них, это, ну, фактически, чуть ли не сатанисты какие-то, что просто для меня лично демонстрирует уровень журналистский, этический и вообще тех людей, которые называют себя невероятными. Но они что-то написали, что не соответствует этическому, потому что уровню этого телеканала. Мария Сергеевич, я знаю, что вы смотрели. Откуда у вас столько нервов это все смотреть? Нет, я хочу сказать свое мнение. Но то, что я видел, это был, конечно, жар. То есть вы тоже посмотрели? Да, я смотрел «Маленькие кусочки», но даже там почти все они были посвящены вранью, которую вот люди, уважаемые, которые присутствовали на этом шоу, услышали в свой адрес, в адрес государства и его руководства. Не, ну, очевидно, хорошо, что вы туда пошли, потому что там заголовок должен быть другой. Лукашисты фашистов положили на лопатки, это совершенно очевидно, потому что вы их разложили. И когда нет аргументов, и некоторые начинают набрасываться на вас исключительно с тем, чтобы поцарапать лицо там или ударить, но это говорит о том, что они действительно не отвечали на вопросы, они действительно не могли сказать ни одного аргумента, потому что я зашел посмотреть только потому, что увидел где-то название, что наши положили оппонентов на лопатки. И это было действительно так, это было очевидно. Поэтому ходить надо. Ходить на такие мероприятия иногда надо хотя бы для того, чтобы показать очевидно, чья правда. Масштаб лжи. Ну, совершенно конкретная лжи. Вы-то получали такие упреки в свой адрес, которые разбивались, ну, просто элементарно. Я просто пример скажу. Когда оппоненты говорят, что сильной процветающей страной является Украина, а им говорят, что в 91-м году ВВП на душу населения Украины был на 60% выше, нежели у нас, а сейчас все это поменялось местами, то извиняйте, какие вы компетентные люди, почему вы сидите в этой истории. Да, вот это было реально шоу, да, где собрались люди, которые владеют какой-то фактурой, не какой-то, а реальной фактурой, интеллектом, аргументом. И, с другой стороны, собрались, как это правильно сказать, чтобы и не унизить, и не обидеть. Веселый балаганчик. Скажем так, троллинг-группа, я бы так сказал. Их задача была устроить скандальчик. Они, в принципе, ее реализовали, но вопрос же в другом. Вот эти люди реально живут в плену своих выдуманных историй. Происходит вот самое страшное, что может происходить. Им кто-то говорит, либо они сами себе придумывают. И потом вот эту уже придуманную историю они воспринимают как реальность. Еще и ретранслируют наружу. Навязывают и заставляют других вот в этом... А молодежь считает и... ...нереальную жизнь верить. И отсюда любое решение, принято на основе вот этих суждений, оно разрушает реальную жизнь. Вот в этом страшные вещи. Поэтому действительно я поддержу, что ходить надо. Доводить точку. Ну да, и с другой стороны, приглашать, наверное, надо. С одной стороны, мы все время рассуждаем, что звать, чтобы весь этот бред выслучивать. А с другой стороны, пусть люди послушают бред. Ну, совершенно конкретные истории, которые мы за две минуты разобьем просто в пух и прах. Ну, просто очевидно. Наверное, здесь тоже, дабы, извините, дурь была видна. Давайте к другой теме перейдем. Печальной теме. Расстрел в Казани. 9 жертв, 18 человек в больнице. Из них двое в реанимации. В крайне тяжелом состоянии. Такой фиток страшного утра. В гимназии 175 в городе Казани. Вы, конечно же, все знаете эту печальную историю. Назвавшийся богом 19-летний Ильнас Голевиев с ружьем наперевес ворвался в школу и устроил расстрел. Накануне убийства он написал в мессенджере, в телеграм-канале, что собирается убивать. Вот скрин. Сегодня убью большое количество биомусора. И сам застрелюсь. Он не застрелился и вполне себе общается со следствием. Вот его фотография. Вышло из здания с поднятыми руками. Видимо, захотел жить. Ну, конечно, скандал разразился по поводу... Ну, не самого факта. Тут большая трагедия, не скандал по поводу того, что это опять был замешан телеграм. Опять мессенджеры, опять соцсети рядом. Павел Дуров, владелец телеграма, заявил, что напавший на казанскую школу упомянул о своих планах за 20 минут до атаки, а сделал его публичным за 15 минут. Мол, не было никакого шанса, даже если бы мы мониторили все подряд, выявить этот факт. Вот что он сказал. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех телеграм-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время. Преступник намеренно не раскрывал своих планов, заблаговременно и не дал никакой конкретики. Ну, Дуров, конечно, спасает свой бизнес, а между тем создал целую империю, объединившую фейкометчиков, лжецов, экстремистов, убийц, которые пользуются абсолютной анонимностью. Ну, это крайняя степень вот этого всего. Это казанская история. Но мы-то столкнулись в менее радикальной степени, хотя тоже радикальной. Мы знаем и телеграм-каналы, которые ведут, ну, как, на мой взгляд, полубольные люди. Причем подписчиков у них миллионы, признаны экстремистами. Как выяснилось, наркоманы кокаиновые, которые водили в прошлом году людей по Минску и по другим городам. Но с этим, как мне кажется, нужно что-то делать, принимать какие-то меры. К сожалению, хотелось бы предпринять какие-то меры, но даже наше обращение официально от своих журналистов к администраторам-модераторам телеграма не возменили никакого эффекта. То есть даже ответ они получили мы на свое обращение о том, что на том или ином телеграм-канале публикуются личные данные, включая паспортные данные, закрытые информации, включая адреса, телефоны детей, жен, родных, близких. И в лучшем случае подпись, вы знаете, что делать. Да, вы знаете, что делать. Но есть и прямые инструкции, в том числе о подрыве, о совершении атак с помощью коктейлей Молотова. Собственно, после публикации в телеграм-канале нашему коллеге Рому Рудю и сожгли машину. Вы знаете, что происходит? На самом деле надо четко понимать, что бизнес Дурова – это бизнес, и это деньги. И он их будет зарабатывать. И будет зарабатывать на крови казанских школьников, на страхах наших коллег по цеху. И принцип этого бизнеса состоит в следующем. Он будет только успешен, когда там будет как можно более мутная вода. Как только эта среда становится понятной и прозрачной, товарищ Дуров перестанет получать столь высокие доходы. И что бы он ни говорил, он будет прежде всего спасать свой бизнес, свое реноме, жить прекрасно в Арабских Эмиратах и плевать на все это с высокой башни. Вот и все, что происходит. На убитых, на покалеченных, на заправленных. То же самое можно говорить про другие социальные сети. Вот слово «социальное» там не имеет никакого первоначального смысла. Слово «социальное» – да. Политика, социальный смысл, социальные какие-то объединения. На сегодняшний день не имеют никакого информационного, там, другого отношения вот к этим сетям. Это уже действительно сети контр-социальные, контр-человеческие, контр-гуманистические. Потому что с их помощью наносятся вреда гораздо больше, чем та польза, которую они приносят. Здесь нужна, на мой взгляд, сама ситуация. Она наталкивает на необходимость анализа трех аспектов. Трех. Первый – это морально-этические. Ведь нельзя говорить, что школа, семья, окружение, оно не имеет к этому никакого отношения. Человек рос в определенной ситуации. То, что у него были… Сейчас говорят о том, что у него больной мозг, ну, по крайней мере, такая информация вбрасывается. Это еще не означает, что у него не было проявлений определенных качеств ранее. И на них просто не обращали внимания. Да сам факт, посмотрите, он шел с ружьем, об открытую, по улицам города. И не нашлось ни одного человека, который бы на этот момент его остановил. Проинформировал бы органы полиции, в конце концов. Он получил разрешение вполне официально, буквально за несколько дней. Совершенно верно. До трагедии. На второй момент, это то, что касается и Дурова, и других социальных сетей. Это ответственность СМИ. Ну, мы же видим, Собчак общается с маньяком. Это нормально. Наши тут-баянивы, они, по сути, стали экстремистскими каналами в определенный момент. Ну, дают высказаться экстремистам. Совершенно верно. И более того, извините, когда ты берешь интервью у человека, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и он однозначно является, по отношению к своей собственной стране, экстремистом, ну, ты должен понимать, что ты делаешь. Ну, и третий момент, все-таки, это ответственность государства. Не только государство Белоруссии, а государство в целом, как инструмента, в том числе и принуждения, и насаждения определенных правил. Ну, согласитесь, у нас есть понятие разного, разных критериев в отношении разных средств. Если традиционные СМИ должны работать по правилам человеческим, да, будем говорить так, то в то же время социальные сети вообще, мы не успеваем, мы не успеваем за технологиями. И если вы помните ситуацию, когда начали появляться новые наркотики, и когда захлестнули они Беларусь, что сделало МВД? Оно пошло по правильному пути. Они сформировали нормативный документ, который предусматривал, что все новь появляемые наркотики, они будут подпадать под действие закона. Так называемый прощенный порядок. Да, у нас любое изменение в закон бюрократизировано жестко, а есть еще и интересы. Вы же помните, как мы по закону рекламы пытались доказать. Есть понятие непрофессионализма, есть понятие лоббирования интересов и так далее. И это превращает иногда принятие нужного нормативного документа в волокиту на года. И вот государство обязано защищать своих граждан. А защищать в том числе через принятие нормативов, в которых социальные сети, те, которые есть, те, которые будут сформированы, новые виды, они будут подпадать под действующие законы и не потребуются в течение нескольких месяцев решать эту проблему. Ну, как мне кажется, нам не избежать принятия этих законов. Я бы хотел обратиться к нашим парламентариям и, я не знаю, к правительству, кто может поспособствовать этому, потому что так дальше продолжаться не может бесконечно, и здесь нет ничего общего со свободой слова. По какой свободе слова сейчас говорить родителям этих детей? Или родителям затравленных белорусов? В последний год? Или людей, журналистов, которых сожгли имущество? Вот Россия, судя по всему, пытается пойти по такому пути. Нам будет чуть сложнее, потому что, в общем-то, мы подпадаем в этом плане под влияние Москвы, как, в общем-то, региональное представительство, как правило, находится в российских столицах. Это же касается и социальных сетей. Так вот, с ними в России все-таки собираются разобраться, в хорошем смысле этого слова. Зарубежным соцсетям запретят работать в России без открытия своего представительства. Я подразумеваю, что это представительство может распространять свое влияние и на территорию Республики Беларусь. Так что мы здесь, как мне кажется, можем работать в связке. Цитата. Законопроект о приземлении крупных информационных ресурсов с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек потребует от их владельцев открывать в стране официальное представительство, которое должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за их деятельность. В том числе в судах. Ну, как мне кажется, отличная практика. Сколько грязи, например, наша компания вычитала в этих соцсетях, в этих мессенджерах за последний год-полтора. Судиться не с кем. Понимаете? Не на кого в суд подать. Анонимные модераторы. Да, не с кем работать. Но когда откроется представительство, оно, наверное, будет кому обратиться, в том числе и с какими-то финансовыми претензиями. Знаете, здесь еще надо одну тему обсудить, вот отталкиваясь от этой ситуации. Это тема радикальных проявлений протестов. Вот радикализм – это самое страшное, что может быть. С помощью социальных сетей определенная часть общества, в том числе и у нас в Беларуси, и в России, скажем так, уверовала в какие-то политические, моральные взгляды, да, которые не совсем соответствуют, или точнее совсем не соответствуют, скажем, моральным устоям большинства общества, да. И в какой-то момент происходит разрушение, и люди теряют себя. Вот в прямом смысле теряют себя, теряют веру в какие-то идеалы. И вот тогда у некоторых, к сожалению, от отчаяния какого-то от этого возможно радикальное проявление. То же самое, тот же Стрелок Казанский, да, писали СМИ о том, что он был последователем, скажем так, взглядов Навального, да, вот участвовал в той кампании. На сегодняшний день, ну, скажем так, вот эта система взглядов рухнула, да, он понял, что там он, ну, не состоялся лузер. Возможно, скорее всего, причины совсем другие его проявления были. То же самое у нас в стране есть. Многие люди, им сложно признать, что они ошибались политически. И чтобы доказать себе и другим, что они все-таки правы, что они личность, что они не дураки, они готовы доказывать, взяв в руки, какое-то оружие от арматуры до огнестрела. И к этому надо очень серьезно относиться. И система безопасности здесь у нас в государстве должна четко, ну, скажем так, продолжать свою работу. Лучше упредить. Пусть лучше где-то пережмут. Дмитрий Александрович, нам все лишь нужно прийти к европейским стандартам. Если вы думаете, что мы тут предлагаем зажимать гайки, я вам просто приведу пример. Два года назад европейский парламент одобрил введение штрафов для интернет-компаний за несвоевременное удаление экстремистского контента. Речь идет о Facebook, Twitter и YouTube. Максимальный размер штрафа может достигать 4% годового оборота. Уже давным-давно Евросоюз это все сделал. На нас ставится эксперимент, потому что у нас некому претензии предъявить. Мы же не можем Брюсселю предъявить претензии или Нью-Йорку. К сожалению, вот те компании, тот же самый Телеграм, если мы вспомним, они больше слушаются те страны, где держат деньги. Смотрите, Европейский Союз США, Российская Федерация, я напомню, в 2017 или 2018 году уже пыталась заблокировать Телеграм. Это им не удалось. Технически. Технически. Главная задача, чтобы законы, которые мы применяли, могли иметь технические для них последствия, чтобы они знали, что если будет такая с их стороны деятельность, она будет наказуема. Пока они видят безнаказанность и просто-напросто наглеют. И дают возможность вот этим экстремистам, девиантам, деструктивным элементам в обществе использовать эти структуры для того, чтобы подрывать безопасность и государственное устройство нашего общества. Я думаю, каждый из вас получал такие сообщения. Еще выборами даже, извините за сленг, не пахло. Еще весной прошлого года, в апреле, что ли, я начал получать первое сообщение о том, что я буду висеть 9 августа вечером, и уже столб определен. Чтобы не было никаких признаков, мы еще не ввели никакую предвыборную кампанию. И кому предъявить претензии? Так здесь вопрос безнаказанности является ключевым, на самом деле. Анонимность в Телеграме вообще стала определяющей для того, чтобы он получил такое развитие. И здесь можно противопоставить, только еще раз подчеркну, нормы закона. И надо... У Дурова есть выбор, по большому счету. Либо изменить политику соцсети, либо стать перед угрозой признания Телеграмы экстремистским, причем не в одной отдельно взятой стороне. А через судебные инструменты это в принципе можно организовать. Если это будет заниматься на международном уровне, серьезный, и государства будут вовлечены, и организации. Но я бы хотел подчеркнуть роль, раз мы уже в едином русскоязычном пространстве существуем, надо этим тоже уметь пользоваться. Союзное государство в принципе с точки зрения унификации законодательства, оно определено. Мы обязаны сформировать единые нормативные документы, которые будут работать на благо. И вопросы противодействия экстремизму в плане унификации законодательства должны быть на первое. Ну и еще раз хочу обратить внимание на то, что Дуров, конечно, хитрец, и он лукавит, он говорит о том, что мы за 15 минут не могли вычислить этого человека. Да ты просто создал такую сеть анонимную, где каждый экстремист и бандит знает, что он может написать все, что угодно, и вы ничего не вычистите. Вот в этом принципиальный вопрос, а не то, что ты технически за 15 минут не мог. Ты создал там просто оазис для них. Ну ладно, бог с ним, от информационной войны к войне, самое что ни на есть настоящий, День Победы праздновали в Беларуси, хотя оппоненты говорят, что у нас должен быть траур 9 мая, только я не понимаю, зачем у нас должен быть траур, если мы победили. У вас должен быть траур. Президент выступил на площади Победы, огромное количество просмотров, 2 миллиона уже, по-моему, на вашем теле, да? Не накручивали, нет? Нет, у нас живые. В ютуб-канале собрало это выступление. Давайте посмотрим небольшой кусочек. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь, плодят кровавые конфликты на планете и вновь пытаются одеть молодежь в коричневую униформу. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов великой Победы, мира и созидания. Президент говорил о том, что нас обвиняют в милитаризме, и как можно посметь страну, которая потеряла каждого треть в этом обвинять. Мы на всех уровнях каждый раз заявляем о том, что мы против войны, и даже если вместе с Россией, то это вещи абсолютно оборонительные. Во-первых, во-вторых, все какие-то маневры, которые мы предпринимаем, находятся в крайней точке к западу. Это вообще Брест, это мы осуществляем на своей территории. А между тем, чем занимается НАТО, американские солдаты где уже тренируются? В Литве, если я не ошибаюсь. И в Украине. И в Польше в километрах 15 от нашей границы. Вы представьте, если бы мы передислотировались на Кубу, каким-нибудь воинским контингентом, и начали проводить там учения, чем-то все закончилось. Между тем, начинается крупнейшее за четверть века учение НАТО. На огромной территории, от Аляски до Эстонии, военнослужащие стран, входящие в Североатлантический военный альянс, в целом ряде межвидовых учений, демонстрируют сполочение и высокую боевую выучку. Все маневры выполняются под единым замыслом, отраженным в плане проведения стратегических учений Defender Europe 2021. Официально нацелена отработка вариантов действий союзников против российской агрессии, которую, если читать европейские СМИ в Альянсе, ждут буквально со дня на день. То есть это мы в 1941 году, ну да, в принципе, мы же на Запад двигались, можно расценить, как и советскую агрессию в отношении Запада. Ну, очередной доказатель. Вообще очень странные вот эти все заявления про российскую агрессию. Почему? Потому что если мы посмотрим историю нашу, то увидим одну главную вещь. Варшавский договор и блок распался, а блок НАТО расширился. И более того, он наращивает свое присутствие. Мы видим и базу в Седлеце, буквально в нескольких десятках километров от Бреста. Мы видим очень хитрые вещи вокруг ротации контингента войск НАТО в Прибалтике, потому что натовцы знают, что постоянный контингент ограничен. И они ухитрили сделать вот эту ротацию. Для чего? Для того, чтобы сделать дисбаланс сил в регионе, получить геостратегическую инициативу для дальнейшего давления в отношении Беларуси и Украины. И России. За счет Украины в том числе. В том числе и за счет Украины. И я хочу напомнить, что было в 2020 году, после президентских выборов, когда журналисты, близкие к правящей польской партии, уже размышляли вслух открыто про то, что надо бы поменять статус государственной Гродненской области, возможно бы ее присоединить к Польше. Это было на уровне не каких-то фрикованных информагентств, а конкретных агентств, связанных с правящей партией «Право и справедливость». Поэтому это конкретная угроза для нас. Но НАТО строит базу в Польше. Активное строительство началось сразу после выборов в Беларуси. Уже 20 августа стали появляться очертания дорог и фундаментов. На сегодняшний день 60-70% уже построено. Прямая зависимость увеличения натовского контингента и выборов в Беларуси. Насколько мы видим, там скандал какой-то случился. Каким-то образом эта информация о стройке обыкновенной оказалась в прессе. И выяснилось, что это база. И даже были указаны расстояния между зданиями, что вызвал, конечно, шок в Варшаве. Но сам факт. Когда нас обвиняют в милитаризме, и Беларусь и Россию, надо не забывать, что все наши соседи на уровне отдельных подразделений успели поучаствовать в вооруженных атаках, в вооруженных агрессиях, в военных кампаниях стран НАТО. По 10 человек, по 20, но даже такие небольшие страны, как Латвия, Литва и Эстония, направляли свой контингент для участия в общих операциях сил НАТО. Либо выступали союзниками США. Поэтому у них есть реальный боевой опыт. И говорить о белорусском милитаризме, у нас есть миротворческие силы и силы спецопераций. Но они, кроме консультирования, ни в каких боевых действиях, даже региональных конфликтах, пока не участвуют. Потому что белорусское общество не настолько милитаризировано, как тоже польское, украинское, либо стран Балтии. Что касается развертывания дополнительных сил и средств, об этом президент говорил 4 года назад. О том, что Варшава, уже тогда, видимо, готовясь к острой ситуации в Беларуси, разместила два дивизиона ударных беспилотников. В Беларуси только начинали производиться такого типа оружия и такие беспилотники. Они у себя уже разместили. Поэтому, ну, кто тут бряться это оружием, если брать советскую лексику? На тот момент один, мы все время забываем примеры истории, которые ни в коем случае нельзя забывать. Информация, которая открыта, то, что там всего 85 танков, там 130 БМП и порядка 18 самоходных установок предполагается на этой базе. Предполагается. И нам эту информацию пытаются донести. Ай, ну, это небольшие силы для вторжения или даже для первого удара их крайне недостаточно. Извините, я буду немножко нагнетать, я люблю это делать. Ну, а в 41-м году как все происходило, да? Ведь совершенно очевидно, что на протяжении всего подготовительного периода дезинформация в отношении планов фашистской Германии, она была направлена сознательно на формирование мнения, что никогда Германия не нападет на Советский Союз, что она готовится к нападению на Британские острова. И солдатам даже говорили о том, что они отправляются на восточную границу СССР отдохнуть перед английской операцией. Это первый момент. Но они же не могли врать. Второй момент. Самое главное в любой базе, в любой базе, и то же самое происходило в 41-м году, это инфраструктура и подготовка. То есть наличие складов, наличие возможностей, потенциальных возможностей. И более того, извините, немцы перед нападением в 41-м году размещали у границ Советского Союза исключительно пехотные части на протяжении многих месяцев. А моторизованные подошли в самый последний момент. Уже на созданную инфраструктуру, на подготовленные позиции. Если мы этого не будем учитывать, значит, мы дураки. Совершенно очевидно. И второй момент, который очень важно, наверное, отметить. Специально для дезинформации 15 февраля 41-го года еще фельдмаршал Кейтель, он отдал соответствующий приказ о том, что нужно заниматься дезинформацией по отношению Советского Союза. А возглавил эти... Совершенно верно. А возглавил это направление адмирал Канарис, который создал специальное управление, которое занималось только дезинформацией. И мы получаем сейчас то же самое в отношении нас. И нужно... Надо вспомнить еще... Я люблю приводить примеры из истории. Геббельс совершенно четко написал в своем дневнике в 41-м году, летом, когда уже совершено было нападение. Наша политика дезинформации прекрасно себя зарекомендовала и Советский Союз проиграл. Это было его мнение. Но это вы сейчас говорите о каких-то военных целях, о военной стратегии. А есть же и какие-то глобальные стратегические, политические цели, например, создание территории дисбаланса в Восточной Европе. Такое ощущение, что Запад, США сидят как возле, знаете, возле комфорки. Делают то горячее, то холоднее. Это постоянно вызывает естественно ответную реакцию стороны ОДКБ, Российской Федерации, Беларуси. Мы вынуждены принимать ответные меры. И все время какое-то состояние такое полуконфликта, тлеющего полувойны какой-то в Украине, вообще войны. И за всем это, конечно, мило наблюдать. Из Брюсселя, уж с Вашингтона, тем более не нужно Соединенным Штатам прекращать военный конфликт в Украине. Не нужно это держать все время Россию на коротком поводке. То подвели войска, то увели. Все время территория напряженности. А в такой мутной воде что хочешь... Теория управляемого хаоса. Смотрите, что происходит. Создаются плацдармы. Плацдармы для чего создаются? Для того, чтобы их потом когда-нибудь, как-нибудь использовать. Дай бог, чтобы не в горячей войне. Хотя пример Югославии, к сожалению, говорит об обратном. Создается дезинформация. Все то же самое. Теперь дальше параллели. Скажите, на какую страну работала вся европейская экономика в конце 30-х годов? На немецкую военную машину. Все ведущие компании, модные нынче. Да. На что сегодня работает экономика бывшего Варшавского блока? Опять же, на натовскую систему безопасности. Да? В кавычках безопасности. Их безопасность создается только для того, чтобы потом воспользоваться преимуществами. Посмотрите, ни шагу НАТО назад нигде не сделало. И когда они почувствуют, что вот это или кому-то покажется, преимущество достигло решающей какой-то точки, будет очень большой соблазн использовать это преимущество. И вот это самое страшное в этой политике. И мы говорили о том, что государство наше должно быстро реагировать. Мы знаем, что готовится целый ряд нормативно-правых актов. Некоторые уже приняты, потому что немаловажная роль во всей этой истории отвозится, конечно, информационной войне. Малорий Сергеевич Геббельсов вспомнил, который занимался тут дезинформацией и вводил заблуждения противников. Мне кажется, что мы наконец-то осознали, что это такое, что значит идеология, что значит информация во всей этой истории принят закон о недопущении реабилитации нацизма. Позвольте, я вам два комментария к этому нормативно-правому акту зачитаю. Установлен запрет на реабилитацию нацизма или содействие ей в любой форме. При этом под реабилитацией нацизма поднимаются публичные действия, выражающиеся в оправдании, идеологии и практике нацизма, одобрении или отрицании преступлений, совершенных нацистами. Героизации нацистских преступников и их пособников. Одновременно дано определение терминов нацистские преступники и пособники нацистских преступников. Расширено содержание уже имевшегося в законодательстве термина нацистская символика и атрибутика. Он будет распространяться также на символику и атрибутику организаций, сотрудничавших с организациями, признаваемыми нацистскими. Ну, почему не было раньше сделано это? Первый вопрос. Ну, мы понимаем, почему, потому что мы говорили о той толерантной политике, которая пыталась ввести государство в последнее время, и мы были участниками этой политики. Ну, уж в том, что мы нагнетали ситуацию в стране и на кого-то набрасывались в последние годы, наверное, в этом нас упрекнуть нельзя. С другой стороны, ну, к чему стремились, имея в виду, так сказать, те на то и нарвались. Действительно, потому что мы помним, когда в 95-м году прошел референдум о государственной символике, тогда этих товарищей особо и не трогали. Ну, решили, ну, ладно, у вас свое мнение, у нас свое. Однако, за вот этой символикой коллаборационистского характера, да, оказалась и коллаборационистская философия. Философия пятой колонны. То есть, они так и не выросли в самостоятельную политическую силу, которая выступает за суверенитет и независимость страны. Они согласились быть этой пятой колонной и вести деструктивную внутреннюю деятельность. Более того, фактически, они используют те же самые лекала холодной войны, когда Мюнхенский институт изучения СССР создал для каждой советской страны свое лекало. В том числе и историческое. Ну, для нас, для украинцев, для россиян, создал, что это не наша война, это не наша победа, это была советская, немецкая война, вообще коллаборационисты это чуть ли белые и пушистые на самом-то деле. И они боролись вот так из-под тяжка против двух тоталитаризм. Ведь это мы сегодня слышим с их зарубежных радиостанций интернет-сайтов. И вообще нам не надо радоваться победе. Поэтому победа в Великой Отечественной войне, современная государственная символика, которую надо назвать национальной символикой, это как раз символ суверенитета и независимости, и главная цель вот их вот этой информационной пропагандистской борьбы против нас. Да, ну тут несколько ремарок хотел бы сделать. Ну, во-первых, существовал этот белокрасно-белый флаг и существовал. Там речь шла чуть ли не о придании ему статуса историко-культурной ценности. Но мы помним, сколько раз блокировали железные дороги под этим флагом, под каким флагом шли на баррикады и бросали коктейли. Поэтому мне кажется, что те люди, которые, может быть, в некоторой степени никогда не имели и не имеют отношения к этому флагу. Его просто запятнали за последнее время. Это было когда-то с фашистским флагом, который существовал и до тех времен. Но мы сейчас об этом поговорим. Это во-первых. Во-вторых, я уже слышал в каком-то зуме сейчас беглое, говорят о том, что, может быть, нам и отказаться от этого флага, и какой-то новый, потому что все-таки было, признают, что было, и тогда, и сейчас, и большая часть населения Беларуси его не воспринимает. Это во-вторых. А в-третьих, чтобы не казалось, что все это какая-то теория, еще раз вспомним ситуацию. Несколько сот уже, наверное, суждено по событиям прошлого года. Сколько? Около 80 признают себя неонацистами. Мы видели видео задержания этих людей, допросов, там на каждом втором руна и свастики на груди. Ну, вот вам и результат. Понимаете, что происходит? Вот это элементы общей политики Запада по отношению к постсоветскому пространству. Первое, абсолютно важно убить вот этот ген победителя. А что такое символика коллаборантов? Это значит, те люди, которые не имели собственного мнения, плясали под чужую дудку, под чужой диктат, шли против своего народа. Это как раз таки и есть наилучший пример для подражания. И вот тогда с нами можно будет делать все, что угодно, потому что мы будем думать, раз мы эти символы приняли, раз мы этими символами пользуемся, значит и... А сами что они до сих пор празднуют события там 300-200 летней давности? Там во Франции и в других странах она составляет 500 летней. Там параду устраивают, самолеты летают. А по поводу того, что товарищам из Мюнхена, мюнхенцы давно хотят забыть эту историю, страницу в истории и Германии, и Европы, и в целом мира, которая начала развиваться именно... Хотя Герман, мне кажется, совестлива ведет в эту историю, она признала, и там, конечно... И запретила не только нацистскую символику, но и даже гейдерскую, да. Последняя страна, наверное, которую можно в этом упрекнуть. Как раз-то таки сателлиты поменьше моськи пытаются продвинуть эту теорию, хотя, может быть, не без, так сказать, науськивания, в том числе и Германии. Ну, здесь один неслучайный момент. Мы же президента услышали, да, то, что он сказал на площади. Ведь неслучайно наши оппоненты, мы говорим о празднике победителей 9 мая, они говорят о празднике скорби, путая, видимо, у них такой календарный кретинизм, путая это с 22 июня, который впереди, 80-летие нападения, когда действительно скорбь была, потому что народ был вовлечен в войну не по своей воле, в таком... И сколько жертв было. Но тот момент, вы вспомнили, про... Да, действительно, параллели надо проводить с фашистской свастикой в том числе. Ведь она на протяжении 8 тысяч лет абсолютно нормально, свободно использовалась многими народами на всех континентах. И это была свастика, потому что это удача, солнечный свет, да, все, что отражает успех в определенной степени. И фашисты неслучайно начали использовать этот символ, эту свастику. Но дело в том, что, к сожалению, возможно, для кого-то она себя запятнала. И это произошло в середине 20-го века, да, с 33-го по 45-й год. Все. Именно после этих событий она была запрещена. То же самое можно говорить о белокрасно-белом флаге. Да, я помню, когда проводились обсуждения по поводу придания символа такой исторической ценности. Но под этим символом, значит, и были угрозы сейчас в современной Беларуси, что недопустимо, и угрозы убийства, и разрушения. И мы помним, 41-44 год, как бы то ни было, эти символы были символом колорубациониста на территории Беларуси. И создавались молодежные боевые отряды, организации, и где символами являлись именно белокрасно-белые цвета, нашивки, значки и так далее. Об этих вещах тоже нужно напоминать. И будем говорить, я считаю, что, конечно, эта мера в определенной степени вынужденная. Государство обязано было пойти. Но это первый шаг. И надо просто понимать, что вот это вот то, что происходит сейчас в Украине, и то, что половина населения уже по соцопросам начинает нормально воспринимать тот факт, что Шухевич и Бандера это чуть ли не национальные герои, и их нужно прославлять, а не победителей, которые воевали в Великой Отечественной войне. Почему президент Украины начинает говорить о датах 39-й, 45-й, а не 41-й, 45-й? То есть потихонечку сдвигается вот это понимание в головах. И мы, кстати, своими, может быть, недальновидными в определенной степени действиями тоже этому способствуем. Откройте учебник истории за 9-й класс, где начинается тема Великой Отечественной войны. За 9-й класс. У молодых людей уже гормоны по голове стучат, а мы им начинаем рассказывать, когда они уже в принципе сформировавшиеся личности. О, ребята, надо с детского сада воспитывать об этом, говорить об этом. И, кстати, теме Великой Отечественной войны в историческом учебнике, который принят для образования, там всего несколько страниц. На Брестскую крепость там пару страниц, на Багратион пару страниц. А про коллаборционизм и полицаев на нашей территории там вообще ничего нет. Вот это страшно. И если мы вот на эти вещи не будем обращать внимание, мы будем получать стеллы, обмотанные БЧБшными флагами. Согласен с вами. Тема не совсем напрямую связана с тем, что мы говорили, но, как мне кажется, где-то рядом находится по поводу того, что происходит вообще сегодня в наших странах, в мире, да и в Европе. Мы на этой неделе получили сразу несколько громких, как на мой взгляд, коллективных писем. Вы, наверное, знаете, о чем мы говорим, о Франции и Соединенных Штатах Америки. И первое из них касается как раз-таки национального расового вопроса. И чем это все закончится, очень большой вопрос. По мнению французских военных, их родине грозит распад. Исламисты устанавливают свои порядки в разных частях страны. Фактически уже началась расовая война. Это написали в открытом письме отставные генералы, но, как бы не так, их поддержали и действующие военнослужащие. Во Франции возразился скандал. Цитата. Наша старшая товарищи, бойцы, заслуживающие уважения. Например, это те пожилые военнослужащие, честь которых вы попирали в последние недели. Это тысячи слуг Франции, которые подписали открытое письмо со здравым смыслом. Солдаты, отдавшие свои лучшие годы, защищая нашу свободу, подчиняясь приказам ведения войны. Вы отнеслись к ним как к мятежникам, хотя их единственная вина состоит в том, что они любят свою сторону и оплакивают ее очевидное падение, говорится в письме военнослужащих адресованным властям Франции. Под новым открытым письмом к властям Франции подписались более 45 тысяч военнослужащих, вообще их 270 тысяч во Франции. Речь идет о том, что Франция скоро перестанет быть французской и может случиться гражданская война во Франции. Вообще сейчас во Франции такой огромнейший глубинный кризис идентичности. Почему? Потому что раньше было две Франции. Франция консервативная, галиская и Франция гашистская. А тут вышел господин Макрон, который поломал традиционную схему двух Франций. Такую Францию либеральную, мультикультурную он вытащил и начал фактически с того, мы помним, боролся с Липен, что запустил максимальное количество мигрантов. Он столкнулся с глубинными социальными проблемами. Он уничтожил фактически социальное государство, бюджетную медицину, образование нивелировал. И это люди видят. Мы помним желтые жилеты, с чего начались. Социально обрезали социальные стандарты, при этом дали мигрантам огромное количество возможностей. Макрон в конечном итоге увидел это. И сейчас Макрон выступает более радикально, чем сама Липен. Но социальная структура общества уже поменялась. Количество мигрантов стало настолько большим, что возникает вопрос, какая будет Франция через 20-30 лет, действительно она может быть такой мультикультурной салатницей, извиняюсь за выражение, как это имеет место быть в Соединенных Штатах Америки. И это может привести опять же к мощным межкультурным межрелигиозным конфликтам. Вот это самая главная проблема. Конечно, вопрос сосуществования разных наций, он вполне себе нормальный и так и должно быть, но так вообще-то редко бывает. И мы видим на примере Франции, Бельгии и других стран, что есть большие проблемы. Есть, конечно, проблемы, когда учителя перерезают горло на выходе. недавно вот женщина социальная Шарлеев Дос помним. Что получилось? Проблема вот этих исламских окраин, алжирских, тунисских во Франции вчера родилась? Нет, этой проблеме 25 лет как минимум. Мы помним эти машины, которые жгли там, десятками, а то и сотнями. Вопрос, как общество на это реагировало? Элита французская думала, что вот все эти замечательные люди, которых они впустили в страну, начнут работать, воспримут европейскую культуру, выучат французский язык, и будет все замечательно. Оказалось, нет. Они стали жить закрытыми сообществами, исповедуя свою религию, говоря на арабском, на своем родном языке, и в принципе отжимая жизненное пространство у коренных французов. И сегодня там конфликт, конфликт интересов. вот этих новых приехавших, кстати, граждан Евросоюза и граждан Франции и коренного населения. Потому что, скажем так, ислам, к сожалению, имеет и радикальное проявление. Более часто, нежели другие религии. Это не говорит о том, что нужно гайки закручивать. Это говорит о том, что сегодняшний день нас заставляет пересмотреть многие взгляды, которые нам навязывались 10 лет назад. Тот же мультикультурализм, который считался панацеей от всего, нет. Оказывается, все-таки национальные интересы, они важнее. Национальная общность, единство, это основа стабильности внутри любого общества, когда нет вторжений чуждых, скажем так, культур, религий. Они могут сосуществовать. Но говорить о том, что мы получим плавильный котел, как в Америке, в Европе, наверное, для этого надо 250 лет прожить. Это еще раз показывает то, насколько непросто государству, нормальному государству удержать мирное сосуществование разных культур, разных религий, что, например, любой согласится было в нашей стране на протяжении всех последних десятков лет. И от этого очень тревожно за то, что последние месяцы происходят, я имею в виду католическую церковь, да даже то, что было у вас на ток-шоу, когда какие-то крайне радикальные взгляды высказывают священники, начинается противопоставление. На этом в Польше начинают играть, на этой истории о том, что у нас начинают притеснять поляков. Поэтому, конечно, нам тоже в этом плане есть о чем задуматься. По поводу Франции, прекрасный город Париж, я там был, я расскажу историю, лет 8-10 назад познакомился с человеком, он меня подвозил, он живет в центре Парижа, и нам нужно было ехать на футбольный матч, он в пригороде Парижа, Сен-Дени, район называется, по-моему, там где Стадо Франс находится, я говорю, ну что, поедем завтра на футбол, он говорит, я на своей машине туда не поеду, оказывается, у них маркировки номеров разные, центр Парижа и пригороды, он говорит, до конца первого тайма моя машина с моим номером не доживет, и у меня были вот такие глаза, тогда еще не было этой темы с желтыми жилетами, но уже тогда Париж жил в таких условиях, по сути войны пригородов с центром города. Если позволить несколько соображений, первое, когда генералы и военные начинают выполнять нашу работу, то есть писать письма, это значит, что скоро, к сожалению, журналистам и политикам придется выполнять работу военных, то есть немножечко повоевать, это самая главная опасность. Второе, за такими спорными политическими решениями, которые предпринимает уже второй президент Франции, я имею ввиду открытие дверей для мультикультурализма, следует закономерная реакция. Обратите внимание на то законодательство, которое Франция уже приняла в последние месяцы даже, это даже не годы, месяцы, закон о республиканских принципах, закон о том, что нельзя направлять даже телефон в сторону полицейского, а полицейские имеют право носить автоматическое оружие в городе. Это какого уровня агрессию надо предотвращать, чтобы ходить в городе с автоматами. Ну и третье. Следующей реакцией, и я думаю, что следующим шагом для этих военных, если их голос сейчас не будет услышан, будет то, что Франция будет все больше и больше приближаться, но если хотите, к военной хунте, когда армия и военные будут настаивать на том, чтобы они взяли под контроль ситуацию. А это первый шаг к франции. Здесь один важный момент. Это не случайное событие. Обращение военных Франции, обращение военных в Америке, следующие мы обсудим. Но здесь же вопрос, я не случайно вспомнил теорию управляемого хаоса. Она ведь изначально создавалась в 80-х годах для того, чтобы делать режимы слабыми, вызывать протестное настроение и в результате мятежей или госпереворотов просто менять ситуацию. Но дело в том, что забывают иногда, что у теории управляемого хаоса есть понятие нелинейный процесс, когда она начинает бить по организаторам этой теории. Не рой другому яму. Совершенно точно. И вот этот эффект бабочки. Франция как сработала? Ведь во многом то, что пал ливийский режим, во многом заслуга непосредственно французской республики. Не хотели деньги возвращать. Совершенно верно. И самый главный момент. Мы согласитесь, что почему мы говорим о нелинейном и то, что обратно прилетело или бумеранг вернулся. Потому что, ну согласитесь, и Саркази, и Макрон это не Деголь и даже не Миттеран. Это гораздо более слабые политики. И самое главное, мы наблюдаем, что? То, что происходило в том числе и в Беларуси в 90-х годах. Элиты оторвались от народа. У нас была номенклатура, которая отошла от народа, а здесь элиты. И в обязательном порядке должна появиться третья сила. Новые лидеры, которые будут думать о народе, и для которых понятие демократия гораздо вторичнее, чем просто спокойное существование и сытное существование своих людей. Я тоже был не во Франции, допустим, а в Швеции десяток лет назад. И когда прекрасный город Мальмио, где треть населения это мигранты, и когда нам первое, что сказали, вы вот за эту черту желательно не заезжайте, даже днем по велосипедной дорожке, потому что вам просто там оторвут голову. И это совершенно для нас было шоком, потому что это центр Европы, но это Швеция. Еще более, как по мне, гениальное письмо мы получили на этой неделе. 124 отставных генерала и адмирала США написали открытое письмо, в котором раскритиковали психическое здоровье Байдена. Что все в литературу ударили. По мнению отставников, психическое и физическое состояние главнокомандующего не должно игнорироваться. Он должен быть в состоянии быстро принимать правильные решения в сфере национальной безопасности днем и ночью, говорится в тексте. Цитата. Также генералы обозвали новую администрацию диктаторской в отношении прав американских граждан и сообщили, что Байден уже успел провести в обход Конгресса более 50 исполнительных указов, многие из которых отменяют эффективную политику предыдущей администрации. Военные в отставке призывают провести в США честные выборы, отражающие волю народа. Иначе США будут потеряны. Досталось и ФБР с Верховным судом. Ведомства обвинили в отказе реагировать на нарушения, которых было с лихвой на выборах 2020 года. По сути, его обозвали диктатором, психически нездоровым человеком. Упрекнули в том, что он сфальсифицировал выборы и как результат разрушают страну. На самом деле, для 124 генерала это скандалище. Для Соединенных Штатов это мощная сила, это мощное лобби. Как по мне, это показывает просто катастрофический разлом, который произошел в США на фоне прошлых выборов. В Беларуси, Российской Федерации и Китае срочно нужно предложить свои посреднические услуги в диалоге между администрацией Байдена, генералами и американским народом. А Тихановски перейти на сторону американского народа. В организации? А не со стороны Фишер. На самом деле, это демонстрация того, что раскол имеет место быть не просто в обществе, в американском, между одноэтажной Америкой и многоэтажной классической, а он имеет место быть в самих элитах. То, что часть элит не признают итогов выборов, я думаю, что вот это признание психического определенного состояния Байдена, все это видят. И то, что на сайте администрации президента США впервые написано не просто Байден, одна фамилия президента, а Байден Харрис, все прекрасно понимают, что на этих выборах со стороны демократов был подлог под вице-президента. Потому что в любой момент, что бы ни случилось с Байденом, его отстранят и выйдет человек с достаточно радикальными взглядами в рамках Демпартии США. И это больше всего боятся республиканцы. Почему? Потому что они понимают, что их хотят больше не допустить вообще к выборам как таковым. То есть делать вот этот диктат Демократической партии США. И недаром несколько лет тому назад еще при Обаме вышла замечательная на мой взгляд книга «Либеральный фашизм», которая описывает вот эту Демпартию США, как она навязывает вот якобы демократические и... Ну, мы уже говорили о том, что демократия это когда побеждает демократическая партия. Письмо появилось именно потому, что администрация Байдена не сделала никакой попытки, ни маленького шажка для того, чтобы вот этот раскол в обществе как-то склеить, как-то снивелировать, да, как-то снова объединить Америку вокруг какой-то общей идеи. Поэтому и появилось это письмо. Мы прекрасно понимаем, что вот этот политический процесс, он запущен. Уже какое-то время прошло, и будут новые выборы. И вот какие технологии будут применены на тех выборах, а это меньше четырех лет, да, мы не в состоянии предположить. Вы сказали, что сделают на следующих выборах, объявят террористами, да и все, как это в Америке в последнее время происходит. Оно, в принципе, в этой ситуации, насколько мы понимаем, практически так и случилось. Как отмечает газета «Политика», письмо отставников стревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации. То есть их обозвали лжецами. 124 генерала адмирала были объявлены, по сути, вне закона, и нечего их слушать. Но в последнее время с такими людьми в США, мы знаем, разбираются очень просто. Модно. Дело не в генералах, дело в альтернативной точке зрения. У них военно-промышленный комплекс, так или иначе, всегда был сторонником республиканцев. И, по сути, заткнув республиканцев полностью и обозначив, что все, что они говорят, это дезинформация, они сами подтолкнули, по сути, к тому, что военные, они хотят стать политической силой самостоятельной, которая будет влиять на принятие решений. И то, что будет дальше, мы пока не можем прогнозировать, потому что подобное было в мире. Вокруг Беларуси создаются те межвоенные. Да, Зеленский объявил о том, что центр дезинформации создаётся в Украине. Несколько раз он повторил. Причём это не оговорка. Вроде бы оговорка была в течение... Это он себя имел в виду. Давайте послушаем. Но это было очень смешно, потому что он, на самом деле, сказал правду, хотя хотел сказать другое. Ну, я вас запрошу побачить, ну, как працюют. Непогана команда. Мы паралельно это делали с центром дезинформации, те, про что вы запитали. В принципе, там полностью стратегия центра дезинформации есть. Центр, что до выявления фейков или не фейков, как працюет центр дезинформации, ну, всё я вам не могу рассказать, но сотрудничество будет с разными разведками, как украинскими, так и с разведками других наших держав-партнеров. То есть повезло, нам Польша есть, Литва ещё и в Украине, центр дезинформации, но на самом деле он будет центром дезинформации самой настоящей гибридной войны. К слову, это не то, что сейчас создаётся. На самом деле у них после 2014 года информационно-психологические центры и под Киевом, насколько я знаю, и под Одессой уже созданы. Только вот то, что сказал Зеленский, самое главное в нём то, что эти центры будут обслуживать интересы не Украины, а именно так называемых западных партнёров. То есть с территории Украины будут действовать, скорее всего, НАТОвские центры дезинформации в отношении нас, наших союзников по дестабилизации ситуации. Здесь ещё ключевой момент, который надо помнить. Мы же говорим, что есть НАТО со своими технологиями, а есть Украина, которую многие сравнивают, к сожалению, к сожалению, я подчёркиваю это, с обезьяной с гранатой. То есть в определённый момент её можно списать, можно не нести за неё ответственность. И НАТО невыгодно принимать Украину в свой состав именно по этим причинам. Нужен непредсказуемый такой административный ресурс где-то на российской границе. Непредсказуемый. На него можно будет списать потом всё. И вот это главный момент, который мы должны понимать. Потому что Украина сейчас стремится в НАТО. Они хотят этого. И создание... Ведь мы же когда-то шутили, что даже целые мемы были по поводу того, что на территории Украины никогда не будет НАТОвских баз. Она может быть не членом НАТО, но база там может быть. Как и она появляется в Польше, это абсолютно нормально. Поэтому нам нужно чётко понимать, что дезинформация, как он правильно сказал, это всего лишь один из инструментов, который будет использоваться вне зависимости от воли Зеленского или другого президента, кто будет на его месте. Вне зависимости. Поэтому, друзья, когда вы в ближайшее время прочитаете много удивительных историй о России, о Белоруссии, о политиках и о журналистах, знайте, чьих рук это дело. А что такое технологии, давайте уже в завершении нашей программы покажем небольшие примеры. Журналисты обратили внимание на предвыборную кампанию в Германии на то, как некоторые издания, журналы топят за определенных кандидатов. Штерн. Два кандидата. И Штерн улыбчивая, кандидат в канцлера зеленых Анна Лена Бербока в клевой кожаной куртке, а заголовок приятного зеленого оттенка радостно сообщает. Наконец-то другая. Видите, слева, да? А справа ее соперник. В случае с кандидатом от ХДС, Армином Лошетом, все иначе. Он скресил руки, ищурится, а сопровождающий текст на агрессивно-красном фоне выдается мнение, получится ли у него. Внизу опять Шпигель. Еще откровение. Есть ли у Бербок нарядное постановочное фото, на котором сияет не только она, но и почти рекламный слоган «Женщина на все случаи жизни», то Лошету просто нарисовали карикатуру, где иронично нарекли обломиксом. Это я к чему? Вы нигде такое не встречали? Я, например, встречал. Посмотрите наш любимый портал Тутбай. «Женские марши в поддержку и против нынешней власти». Если можно, посмотрите на фотографию, вышли девушки в красном-белом, на их светлые лица. Посмотрите на людей, которые вышли на митинг в поддержку действующей власти, на выражение их лица. Вроде бы две фотографии, вроде бы имеют право. На самом деле чистейшая технология. Самые банальные технологии, к сожалению, самые эффективные. Мы с этим сталкивались, в том числе и в отношениях белорусских журналистов с украинскими. Белорусские журналисты рассказывают о том, что с территории Украины перебрасывается взрывчатка на территорию Беларусь. Наши украинские коллеги встают в позу и говорят, нет, это фейк, это дезинформация. После этого белорусские журналисты мы предлагаем украинским журналистам пройти на сайт СБУ, официальной службы безопасности Украины, нашего аналога КГБ, и посмотреть заметки о том, сколько таких складов возле белорусской границы обнаружено. Вы думаете, нам после этого любимая тактика их не отвечать на вопросы. Они нам там пишут, пишут все письма, мы им отвечаем, задаем им вопросы, видели ли вы в ответ тишина. Но ничего страшного. Отправимся. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на программу. Это был Клуб редакторов. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова